И так, полтора года назад я, как, видимо, все здесь, оказался в заперти, дома. Мы любим говорить о будущем, и сегодня мы говорим о будущем. И ковид внес определенно новый нерв в эти рассуждения. Вдруг оказалось, что, возможно, не все так радужно. С профессиональной точки зрения меня интересовала вся ситуация с ковидом. Вопрос, как же это все повлияет на наши города и повлияет ли. Изменится ли наше жилище в связи с пандемией. Есть ли вообще между этими двумя категориями какая-то связь. Пандемия принесла подобного рода изображения на экраны моих устройств, смысл которых можно свести к такой метафоре. Кажется, что все некоторым образом изменится. Нам всем придется рассесться в некоторые круги, по-новому организовать нашу жизнь. И как-то реорганизовать то пространство, которое мы привыкли считать пространством нашей жизни. В то же самое время на экранах появились вот такие картинки, которые напомнили нам о том, что на самом деле пандемия – штука не то чтобы такая уж эксклюзивная. С одной стороны это немного обидно, с другой – это позволяет нам посмотреть в прошлое, увидеть, а окей. Если мы не можем предсказать сейчас, что же нам принесет коронавирус, мы можем посмотреть, а что же пандемия, вирусы, болезни прошлого принесли в моем случае городам, архитектуре, зданиям и пространству, физическому пространству нашей жизни. Осталось выбрать заразу. Мой фаворит – это туберкулез. Главная причина городской смертности в крупных городах второй половины XIX и первой половины XX века. Сейчас мы уже, может быть, не очень помним, но действительно люди умирали от туберкулеза чаще, чем от чего бы то ни было в Москве, в Лондоне, в Париже. И, соответственно, можно задаться вопросом – окей, это такая важная вещь, видимо, действительно, люди боролись, что-то делали, что-то менялось, и действительно, повлиял ли туберкулез на то, как выглядят наши города, как выглядит то пространство, в котором мы живем, есть ли это наследие, может быть, оно нас окружает повсюду. Если посмотреть на город начала XX века, это знаменитый Толстовский дом, архитект Ролидвале в Петербурге, то, если вам повезло, и вы достаточно богаты, то вы могли жить как-то вот так. Если вам повезло меньше, то вы в городе начала XX века могли жить как-то вот так. История тоже, и это тоже связано с туберкулезом, а история городов начала XX века была в том, что туда приходили заводы, а вместе с заводами туда приходили новые жители. И оказалось, что этим жителям, в общем-то, негде жить. Все те дома, которые мы видим, проходя по историческому центру Москвы, это не дома рабочих, которые тоже, впрочем, были обитателями этих городов. А теперь мы можем посмотреть на туберкулезный санаторий в замечательном Давосе. Это здание было построено даже чуть-чуть раньше, чем Толстовский дом архитект Ролидвале в Петербурге. Мы можем заметить, что оно заметно отличается. Что мы здесь видим? Мы видим горизонтальный фасад, мы видим вот эти балконы, на которых больным надлежало лежать, дышать воздухом, принимать солнечные ванны с тем, чтобы победить таки эту заразу. Что же случилось с архитектурой далее? Если мы посмотрим чуть-чуть вперед на Москву, то вот это уже дом Наркомфина, построенный в конце 20-х, начале 30-х годов. Легко заметить, что у дома Наркомфина нет ровным счетом ничего общего с домом Толстовским, но при этом есть очень много чего общего с туберкулезным санаторием в Давосе. В санаториях было принято вот так лежать, потому что считалось, что нужно дышать, нужно подставлять себе солнцу, и именно это поможет спастись от напасти. И вот на фотографии Родченко общежития в Москве тоже 20-х, начало 30-х, тоже на крышах стали появляться солярии, где опять-таки нужно лежать, подставлять себе солнцу и делать как будто бы все то же самое. В чуть более крупном масштабе вот можно посмотреть на застройку 30-х годов. Что это такое? Узнаем ли мы здесь центр исторического Петербурга? Ну, конечно, мы не очень здесь его узнаем, потому что здесь нет улиц, зато здесь есть много солнца, здесь есть много природы, и здесь есть много того, чего, вообще говоря, не было частью городской среды 19-го века. До этого нет таких районов, нет в Париже 19-го века, в Лондоне 19-го века, но они стали массово появляться, и, собственно, микрорайоны, в которых, я предполагаю, многие из нас выросли, они появились ровным счетом отсюда. Считалось, что туберкулез — это заболевание среды, то есть заболевание неких плохих мест, затклых, темных переулков, мест, где не хватает солнца, где сырость, где скопление людей, где грязно. И, соответственно, как реакция, то есть как способ излечения, он также мыслился через среду. Казалось, что если построить полную противоположность такой среде, то есть вынести здание за пределы города, окружить его солнцем, природой, сделать его чистым, белым, больничным, то в такой среде, то, видимо, зараза как-то некоторым образом отступит. И эта, в общем, мысль, она же и перекочевала в архитектуру, в те перемены, которые происходили с архитектурой в 20 веке. Здесь можно было бы предположить, что, видимо, нас ждет что-то такое. То есть мы сформируем некое представление о том, как же мы спасемся от ковида, и, оттолкнувшись от этого, придумаем некий дизайн, который поможет нам всем спастись. Но, кажется, все не совсем так просто. Можно вспомнить двух мужчин. Это мужчина один, а это мужчина два. Мужчина один — это Роберт Кох, открыватель, собственно, бактерии, названной его именем палочки Коха. Это бактерия, которая, собственно, вызывает туберкулез. Открыл он эту бактерию уже в конце 19 века. То есть уже тогда люди, в общем-то, с точки зрения науки знали, что заболевание связано ни в коем случае не с плохими местами, а вполне с конкретной бактерией. С другой стороны, открытие без решения, то есть когда ты нашел источник заразный, но не предложил, что же с ним делать, оно было некоторым образом бесполезно. И здесь появляется второй мужчина, который, к сожалению, с некоторым опозданием нашел такие решения. Это Александр Флеминг, изобретатель первого антибиотика пенициллина, который в конечном счете и стал той причиной, по которой мы теперь не болеем туберкулезом. И архитекторы оказались в ситуации, когда, с одной стороны, они знают, что их представления о хороших и плохих местах может быть не вполне и точны, но с другой стороны делать что-то надо, и надо как-то мир таки менять. Кажется, что кризис, что болезнь создала ситуацию, в которой архитекторы и дизайнеры смогли построить сильный аргумент, смогли заставить людей, принимающих решения, воплотить их дизайн в жизнь. При этом образ этого дизайна на самом деле укоренен гораздо глубже. Если посмотреть чуть-чуть дальше, то мы увидим, что идея того, что идеальная среда – это некое сбалансированное сообщество людей, живущих в окружении природы, укоренено и до всякого городского бума, и до всякого туберкулеза. Так, например, появлялись города-сады в окрестностях Лондона. Или если посмотреть еще дальше, то можно вспомнить Лицей. Это опять же проект просвещения, посвященный содружеству людей, воспитывающихся и живущих в окружении природы, и это мыслится как некий идеальный сеттинг. Как это все усложнение может помочь нам в размышлении о том, как же изменятся наши города? Кажется, что то, что происходило – это возможность достаточно революционного изменения дизайна, которое не столько было решением проблемы, сколько было возможно благодаря вот этой ситуации кризиса. Можно было выстроить строгий аргумент, как сказал архитектор Кюрвизье, «Новый дизайн или революция». То есть это создавало поле, где идеалы, которые уже были внутри культуры, могли себя реализовать. Когда я увидел первые картинки о том, или картинки, которые поступают к нам опять же из сети с новостями о том, как меняется мир, какие решения принимаются, мое внимание привлекло то, что я не всегда уверен, насколько эти решения являются решением проблемы. Но всегда очевидно, что это то, что то или иное сообщество уже давным-давно хотело делать и до всякого коронавируса. Так в Париже во время локдауна люди стали больше ездить на велосипедах, появились временные велодорожки, и когда локдаун сняли, власти Парижа сказали, «Давайте как-то так все и оставим», потому что это помогает нам победить коронавирус и так далее. При этом понятно, что об этих велодорожках говорилось уже много-много и много лет, и сообщество урбанистов было внутренне убеждено в правильности этого решения. Что еще хотят урбанисты? Урбанисты не любят торговые центры. Здесь есть много аргументов. Пришел ковид, и, конечно же, тут же мы увидели много предложений, идей и дизайна о том, как нужно их все закрыть, потому что это же источник заразы, и как все должно измениться. Опять же, вопрос идет не в логике проблемы и решения, а в логике продвижения собственных идеалов, собственных идей, тех идеалов, которые уже есть внутри культуры или общества. Можно вспомнить Наталью Бакальчук, которая стала самой богатой женщиной. Все пошло немножко не так, как мечтали урбанисты. Торговля не перешла на улицы, а перешла куда-то еще. Вот, видимо, в Wildberries, но можно за нее, опять же, порадоваться. Во что еще мы верим? Что еще есть в нашей культуре, что мы с радостью объявим защитником от коронавируса? Ну, например, внутри себя, я думаю, что это диджитализация. Мы привыкли к тому, что если что-то дигитальное, то, наверное, оно лучше, чем если оно аналоговое. Конечно же, когда пришел коронавирус, мы тут же объявили кучу дигитальных сервисов или дигитальных возможностей тем, что нам поможет спастись из заразы. Так это или не так, никто не знает. Но факт в том, что такие решения будут развиваться быстрее, все дальше и дальше подогреваемые этим кризисом. Так уже сегодня 20% россиян заявило, что готовы приплачивать, россияне заявили, что готовы приплачивать 20% своей зарплаты, чтобы остаться, работать на удаленке. Понятно, что это будущее опять же будет двигаться быстрее, потому что, конечно, здесь можно сформулировать аргумент, что, конечно, так мы спасем нас от болезни. С другой стороны, мы спасем работодателей от этих 20% и необходимости платить за рабочее место. Как будто бы это будущее неизбежно. И даже те, кто не верит в него, и, может быть, даже не верит ни в какую дигитализацию, будут заставлены и будут обучены и интегрированы в эту новую прекрасную картину будущего. Последняя картинка тоже, мне кажется, очень характерная. С одной стороны, вот этот формат появился как ответ на коронавирус. То есть вы открываете дверь, и там волшебным образом появляется все, что вам надо. С другой стороны, это то, чего мы и так ждали. То есть это отвечает некому внутреннему запросу. И то, что нам говорят, что это и есть решение, это совершенно не значит, что это так оно и есть, но это значит, что это будет происходить, и что мы будем двигаться в рамках тех трендов, которые уже есть внутри культуры. Спасибо.